Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня я снимаю туториал, как настроить и как скачать кряк фрапса. Меня долго, даже не долго, многие об этом спрашивали, поэтому я решил записать, раз уж это такая всеобщая тема. Во-первых, вам сначала потребуется скачать сам фрапс. И вот. Переходим по ссылке, которую я оставлю в описании. Вот она. Тут нажимаем вот на эту кнопочку, скачать фрапс. Ну, тут вот можете еще посмотреть, все, не знаю, там какой-то бред люди пишут, просто скачивайте. Вот так нажимаете по этой штучке. Ну, так как у меня уже скачана она. Ну, вот она еще раз скачалась. Вот, нажимаете на нее. Да. Ну, вот она у меня уже... Что это за фигня? Мне не надо ничего. Так, все. Вот, она у меня скачалась. Кликайте по ней два раза левой кнопкой мышью. И вот, открываются такие два файлика. Рус и стап. Стап, степ. Не знаю, как правильно. Короче, установщик и русификатор. Во-первых, сначала устанавливаем сам фрапс. Вот он так красивенько устанавливается у нас. Сейчас выбираем папку, куда его установить. Установка. Вот. Как видите, очень быстро загружается. И все, close нажимаем. Фрапс у нас, по идее, все, уже установлен. Вот это значок фрапса. Теперь нам надо просто взять вот так вот, нажать на фрапс правой кнопкой мыши и нажать расположение файла. Или просто перейти в папку фрапса. Дальше. Сюда мы должны скопировать вот этот рус. Файл. Рус. И нажать на него опять правой кнопкой мыши и сделать ярлык. Вот так вот. Где это? Создать ярлык. Дальше ярлык переносим на рабочий стол. Это закрываем. И запускаем его через запуск от имени администратора. Русификатор. Да, извлечь. Так. Смотрим. Вот, видите, у нас второй фрапс. Первый фрапс мы удаляем. Он нам не нужен. А вот второй раз это уже вот самый такой крякнутый, как русифицированный фрапс. Видите? Тут все на русском, во-первых. Это бонус такой. Тут все на русском. Уже крякнутая версия. Дальше берете. Тут. В принципе, тут ничего трогать не надо. Можете только нажать запуск при старте Windows. Но, не знаю, мне это не надо. Окно поверх остальных тоже выбираем. Если вам, конечно, не надо. Дальше нажимаем на кнопочку фрапс. Вот это две девятки фрапс. Тут настраиваем, во-первых, проверка производительности. Тут ничего не трогаем. Тут тоже ничего. И тут ничего. Дальше смена положения. Тоже ничего. Сюда, где вы хотите, чтобы у вас были расположены вот эти значки циферки фпс. Например, у меня это левая часть экрана. И все. Больше тут тоже ничего не надо. Ну, если хотите, еще можете. Хотя, тут вам делать просто нечего. Все. Дальше. Переходим в видео. Заходим сюда. Тут можете изменить, куда будут сохраняться ваши видеоролики, которые вы будете снимать. И так далее. Здесь вы можете изменить кнопку, на которой будет начинаться видео. Это у меня будет на F9. Дальше. Настройка видео. Тут я вам советую выбрать 30 фпс. У вас там будет стандартно стоять 30 фпс. Но если не будет, то нажмите 30 фпс. Потому что, если вы сделаете 60 фпс, во-первых, у вас будет проседать фпс. И, во-вторых, видео у вас будет достигать примерно каждое... Короче, каждое одно видео будет достигать примерно 100 гигабайт. Но если вам это, конечно, надо, то можете и 60 фпс снимать. Дальше. Тут вы ничего не трогаете. Скрыть курсор мыши на видео это уже кому как. Вот это дальше можете ничего не делать. Вот. В принципе, всё. Тут всё настроено. Запись внешнего ввода, конечно. Да, и запись внешнего ввода надо тоже включить. Всё. Теперь всё точно тут настроено. Дальше переходим в скриншоты. Ну, в принципе, скриншоты, они не так важны. Но если вы хотите там скринить в своём видео какие-нибудь клёвые моменты в игре, то можете тут тоже настроить кнопочку, на которой будут скрины и в каком формате будут изображения загружаться. В принципе, вот. Это вся настройка фрапса. Так. И ещё я хотел бы сказать. Хотя нет. Не хотел бы. Всё. Я вам рассказал, как настраивать фрапс, как его скачивать и, в принципе, всё. А вот ссылка на этот сайт будет в описании. Всем спасибо за просмотр. С вами был мистер Сузлик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и зовите друзей. А если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.